Им главное их увезти как можно подальше отсюда, чтобы не стыдилось, что их сама полиция из охраны в залах. А сейчас еще такая же группа, знаете где? У нас с Золотом поехала. Наш что-то никто не хочет охранять. Ну чисто совесть у вас, вы провезли. Вы кого вы провезли сюда, не охраняете. От кого? Вы охраняете, от кого? У вас вберите документы, пожалуйста. Это знаете, зачем делать? Чтобы автобусы увезти как можно дальше. Ну да, я знаю. Вопрос в чем? В холодно, ручка не пишет, я буду фоткать, вы не бродят. Тут начинают рассказывать. А? Ну как мне нельзя? Ну вот переписывать вот так. Переписывать тоже нельзя. Переписывать. А как нельзя? Вы находите зону АТСФ, кто вы такой? Я на зоне по 100. Я на фотососто с доялу их никто не проверит даже документы. Ну я передам, ну давайте. Смотрите, вы отпускаете автобусы, нас задерживаете. Я никого не ударил, меня побили, да? И потом, когда вы меня побили, вы мне говорите, предъяви, пожалуйста, документы. Я не знаю, что мне с рукой, у меня шишка вылезла, перебили руку и мне ударили в затылок. Так мне сейчас надо, скоро, вы меня не выпускаете. Вы меня не выпускаете. Дайте вам документы, я очевидно. А вы знаете, какое мы имеем право? Чтоб на каждом был номер и кто он такой же свинья. Снимайте, давай, детей. Это УПД. Номер должен на каждом. Там, где я слушаю, все. А ты с таким же стоишь. Я понимаю, видите, я за такие моменты не беру паспорт в Акнабу, потому что могут попить в Запорожской области, поэтому я не беру паспорт в Акнабу. Мы меня же строили, а вы нашли дрочите друг от друга. Вот вы приезжали, у меня сейчас попить и запить, они прибить. Я спросу, я сейчас на председательщики. Вы же дорогу запить, но вы паспорт, вы вашу работу сделаете, а вы-то у вас зарплату получаете. Я не показал подсвечения, но никаких полицейских не показал подсвечения и не представил. Я в забою отработал, забойщиком Шахта Изотова, откольным молотком рубал и критил. Сейчас руки никуда не гожи, из-за этого. И платил налоги. Тогда из тех налогов, что я платил, мусоров кормили, а сейчас перевертники, ось передо мной стоят. Перевертники, которые чуть-чуть другую форму. И уже полиция. Да не полиция вы, жандармы. Понимаешь? Жандармы вздевались над людьми. И вы сейчас начинаете руки поднимать. Дубинка ж приносится, рука. Куда ж алианство обыдать, чтобы убийство. Ребята, мне вас учить. Я видел, видел, что с сады. Такого я не видел. Вот такого. Вот такого не видел. Те, кто приехал сюда, у тех надо было переписывать. И у тех все. Забрали людей против блокады торговли на крови. Алло. Знаешь, что вы? Информация подтвердилась. И не знаешь, что вы? Завернули бойцы батальону до базы. Завернули тихо. Завернули тихо. А это просто исполняют команду. Просто команду. Вы же в Донецке, да? Вам это ничего не напоминает? Вот это вот все. Сколько было десятков тысяч в гарнизоне Донецкой милиции? Вы помните? Да. И сколько людей захватило Славянск? И где все эти по командам, таких оброчек, как тогда были, блядь? Вы тогда бегали, кричали, что вы устроили. Да что вы махать, человек? Я к вам скажу. Давайте я расскажу пару слов. Значит, я полтора часа назад, это час двадцать. Вот здесь вот нам сообщили волонтеры, что находятся семь автобусов, которые двигались со стороны Днепропетровска. В одном автобусе были несколько женщин и детей, во всех остальные мужчины в внешности, в спортивных костюмах и куртках. Значит, вот здесь они остановились. Я проезжал мимо и обратил внимание, что в одном из автобусов предмет, похожий на оружие. Я знал, что сегодня одновременно с подъездом к Бахмуту такие же автобусы поехали к Золотому. Я знал о том, что возможна провокация. Поэтому я на видео поехал к командиру блокпоста, батальон Шторм, и сказал, сделал заявление, как народный депутат и гражданин Украины, о том, что в автобусе находится оружие, их нужно срочно проверить. Мы прождали ровно сорок минут, не было принято никаких мер. Причем это колонна, у меня есть фотографии. Шла сопровождение полиции. Была медицинская машина, я показал все это командиру хруста. После этого они никак не реагировали. Автобусы пытались уехать. Ветераны приехали сюда, заблокировали движение автобусов, после чего я направил человека на блокпост, чтобы они их проверили. После этого приехала сюда группа спецназа, отказалась проверять документы, возглавляя она лично Обройскиным, который, кстати, там угрожал меня пристрелить. Если у меня очевидцы, будут это заявления. Значит, после этого было избиение ветеранов, применялось физическое насилие по отношению ко мне, к народному депутату. Дальше была заблокирована моя машина, есть все это на видео. И как можно быстрее автобусы увели в сторону Константиновки, чтобы скрыть следы подготовки провокации. Я считаю, что тут был целый ряд криминальных злочинок. И я считаю, что необходимо срочно провести расследование, что конкретно готовилось. Я не знаю, что происходит в Золотом и Горском, но я надеюсь, что их планы там отменены. Все это делается, чтобы прекратить блокаду торговли на крови, чтобы сохранить свои сверхдоходы на угле, на всем остальном. А хлопцы, я так понимаю, они служат, как и раньше, своему начальству, но не закону и не правопорядку. Все, что мне можно сказать. Скажите, пожалуйста, вы можете назвать фамилией начальства? Давалось заявление, у меня есть видео, командиру блокпоста, это батареон «Шторм». А здесь лично командовало два человека. Непосредственно начальник Донецкой полиции Оброськин. И второй человек – это какое-то гражданское лицо, которое отдавало команды сотрудникам полиции. Вон третий человек, который лично поменял физическое насилие. Вот он находится в бежевом камуфляже. Скажите, пожалуйста, а можно ваши документы? Предъявите, пожалуйста, согласно закону полиции документы, пожалуйста. Согласно закону полиции, он меня снимает. Там нет оговорки на видео или нет. Согласно закону полиции, вы обязаны принять документы. Ради своей безопасности, вот мой значок, пожалуйста. Не значок, а документы. Он является при равнице документов. Ваши документы мне предъявите. Я не буду это. Хорошо, отверните сторону, он мне предъявит, пожалуйста. Вот, отверните сторону, не надо. Если вы его и мою фамилию, что вы зовете, в этом матере у моих родственников будет большая проблема. Хорошо? Хорошо, спасибо большое. Что ты перед ним извиняешься? Они же 20 минут назад, когда лупили дубинками, они были тоже добрые. Да они от этого удовольствия получают. Тут отобрали таких людей, которые, когда избивают беззащитного, он наш балдеет. Вы хотя бы задумались, почему автобусы не проверяют, а вы кидаетесь на людей, которые пытаются ваше внимание на них обратить, блин. Ваши функции выполнены. Эх, хрест. А закону разве не запрещено? Да. Павел, поехали, да? Я. Как ваши предыдущие мусора обосрались перед людьми. Как начинаете вы обтираться перед тоже людьми? А то, что полиция или какая-то группировка такая крутая, да, это уже будет известно, вот, вот, сегодня уже в интернете будет, как вы тут лечите, какую зарплату вы отрабатываете. Это все будет известно. И все люди мирные, теперь будут знать. Построили не полицию, а жандармерию. Неправильно я говорю. Вот скажи, неправильно, плюнь мне в морду, если я неправильно говорю. Плюнь. А хочешь я тебе плюну, что ты не здесь? Что ты неправильно заходишь? Я зря плю, бо я прав. Бачка, я ж скажу, якщо я неправ, плюнь мне в морду, я не обижусь. Но я ж прав, понимаешь? Вот чего. Да, при мне проверили их, останавливались, заходил человек, проверял. Что вы рассказываете из сказки, бля? Вот смотри, типичный пример. Человек рассказывает, что на блокпосту их не проверяли, а у них якобы тут было оружие. Да они за 400 метров блокпоста остановились, здесь сколько-то километров. Откуда оружие, их проверяли сейчас. Позорище, господи. Я понимаю, если вы просто на справленной дороге, почему одновременно не задержали автобусы? Но их вы тоже проверили. Или на них закон не распространяется. У нас что, палец оббросить, когда закон? Вот это закон, а это не закон. У нас закон прописан. Какая бы ни была страна, мудаки там в правительстве, но, блин, вы же законы выполняете. Иначе какая гордость, значит, просто это люди вооруженные. Ничем не лучше, блин, тетушек и бандитов, блин. Но если собак кормят, вот собакой гавкает. Они кормятся хорошо, зарплату хорошую получают. Вот они сейчас любого сейчас нас и забьют. Чего я и пришел сюда, блин. Самое обидное, что вот эти все хлопцы и вот этот молодой человек-мужчина потом рассказывают, я в Маринке был, а я был в Авдеевке, и я воевал. А люди у вас, люди у вас на коленях встречают дома. А когда гибнут такие молодые, как вы, мы несем гробы, они ваши начальники их несут. А почему вы автобусы не проверили? Я давал заявление, что там оружие. Час назад. Держат на блокпосту, проверяют. Но вот это не Украина. А что за полицейская машина шла во главе с колонной? Это не Украина. Ее во главе была полицейская машина. Это не Украина, что поднимать руку. Они не просили, что депутатов скажут. Где? Вот эти машины, вот эти семьи. Мы такую не хотим, я не хочу, чтобы мои внуки увидели. По главе колонной была полицейская машина. Я у женщины, которая сидела в автобусе, вон присутствует пресса ваша, спросил, кто вы. Мы с Кураховской ТЭЦ. В одном из автобусов действительно были женщины. Час назад я на видео командиру этого блокпоста сделал заявление о том, что в одном из этих машин, где много мужчин, находится оружие. Я сделал вот это вот на видео. Проверил он командир полста. После этого час прошел. Вы заинтересованы. Недалеко реакции. Это люди, которые находятся в зоне вашей ответственности в том числе. Я сделал это же заявление на камеру сотрудникам полиции под вашими непосредственными руководствами. Еще раз. И вы их не проверили, отпустили туда. На блокпосту стоит полиция, которая имеет отношение к АТО. Я делал заявление нескольким должным лицам, которые здесь сейчас присутствуют. Принейте заявление. Стоп, стоп, стоп. Я это заявление сделал 10 минут назад. На видео это есть вот так. Ну и вам лично тоже это делал заявление. Принимайте заявление от господина. Да, да, да. А что вы тогда заварите со смешкой? А что вы? А господина проявите заявление, да? Ну правильно, да. Ну вы то хихи. А где вы видите хихи? Я знаю, что хихи, вы безнаказанны. Где вы видите хихи? Вот у вас все есть, а у меня ничего нет. А у меня ничего нету. Ничего не маю. Так у тебя послать можно? Ну же тебя нету. Так у вас тоже послать можно? Да, у меня можно. И я не обижу тебя. Да я тоже посылаю. Да нет, 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 нет. Только команду ждут, они орлы. Приаги. Если заявление народный пункт хочет выдать, лишь бумаги и принадлежит опринять. Вы сейчас видите цирку и выполнение начальника нас полиции в Донецкой области. Заявление о том, что в машинах оружие я делал на камеру полчаса назад, сорок минут назад, в том числе и ему. На что он мне ответил, что меня пристрелят. Есть два человека, которые являются... Поверили, проверяют на мне. Да они просто. Не надо врать. Я здесь давал вам заявление. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Изгаляйте. На полхвост поехать, Игорь, после чего подсняли, там проверяют, или не проверяют.